Виктор Прокушев В ГПИ чувствуется напряжение, студенты и преподаватели обеспокоены, что их ждет дальше. Судя по открытому письму студентов, ректор не идет с ними на контакт, не объясняет своих планов и действий, а это пугает больше всего. Вот что пишут своему ректору студенты, цитирую. Если в СГУ после прихода Марины Истиховской вроде бы началось активное движение, работа, то мы не видим явной активности, настойчивости от руководства нашего вуза. Мы не видим попыток осознанной, спланированной работы для получения статуса эффективного вуза. Мы видим попытки как-то спрятать голову в песок, убежать от проблем. Конец цитаты. Как нам заявил один из авторов письма, студенты устали жить одними слухами. Нужна конкретная информация. Интересно, что с нами будет, какой мы получим диплом, как будут образования продолжаться, какие преподаватели будут, вообще как будет организована система образования, закончим мы вообще или не закончим. Сам ректор утверждает, что никто из студентов с беспокойством о будущем вуза к нему не обращался. Михаил Китайгородский в недоумении. Говорит, если бы преподаватели или студенты поинтересовались перспективами КГПИ, он с удовольствием бы объяснил. Обращений ко мне не было, да, то есть ко мне точно напрямую никто не обращался. Через секретариат мне информацию не передавали. Впрочем, тут же выяснилось, после публикации открытого студенческого письма, руководство КГПИ приняло решение о проведении конференции трудового коллектива. Она пройдет во вторник, 27 ноября, а 28-го соберется студенческий совет, чтобы услышать таки от ректора, как вуз будет существовать дальше и как случилось, что он попал в список неэффективных. Виктор Прокушев, Игорь Данилов, телеканал Юрган, Сыктывкар. По сведениям агентства Комиинформ, тех, кто подписал открытое письмо, сегодня вызвали в ректорат КГПИ. Это подтвердил один из авторов обращения. По его словам, в кабинет Михаила Китайгородского были приглашены все пятеро студентов и деканы факультетов. Ну, ну, ну.